МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казалось, судей всероссийского конкурса сельских пекарей уже ничем не удивить. Но команде из Венигородского колледжа это удалось. Причем не только десертом. За пять часов студенты приготовили два вида сдобы – ржаной и пшеничный хлеб. Позитивный настрой и слаженность команды помогли будущим кондитерам завоевать бронзу. Самое сложное – это оптимальные пропорции высчитывать и время расстойки. Потому что в разных условиях тесто может повести себя по-разному. И, соответственно, нужно работать, работать, работать. Хотя сначала не только победа была под вопросом, но и само участие звенигородцев в конкурсе. Состав команды пришлось менять буквально за пару недель до ответственного дня. Двое студентов заболели. Но выход нашли. Варвара уже участвовала в конкурсе по хлебопечению. Поэтому ей было проще намного с хлебом. Анна у нас работала кондитером. Поэтому ей было проще с кондитерским делом. А наша задача была просто находить их ошибки и направлять на исправление. И на этом приключения не закончились. В дороге молоко, которое используется во многих рецептах, разлилось в кондитерском боксе. Времени на покупку практически не оставалось. Проблему Анна Долгова решила креативно. Я среагировала. Пошла в палатку к какому-то мужчине, который продавал кофе. Я попросила его продать нам литр молока. Он отдал его бесплатно. Он сказал, держите, дерзайте. В общем, побед вам. Всего-всего. На обратном пути мы к нему зашли и отдали булочки, чтобы он угостился. Угостил свою семью. Времена меняются. А вот любовь к сладкому вечно. Впервые ромовую бабу приготовили в 18 веке. В Советском Союзе старый рецепт доработали. Кекс сверху покрыли белой глазурью, а снизу пропитали сахарным сиропом. Но по популярности этому пирожному так и не удалось обойти классический русский пряник. Медовый хлеб, из которого получился пряник, ковришка. А позже уже прибавились баранки, пироги, гуревская каша, блины. Все, что подается к чаю, это русский десерт. Десерты из риса и вермишеля с соевым соусом и васаби. И, конечно, классика, например, картошка. Кондитеры не перестают удивлять сладкоежек. Старые рецепты меняются, появляются новые. Кстати, в том числе благодаря таким профессиональным состязаниям. Звенигородцы уже начали готовиться к новому конкурсу. За основу решили взять проверенный временем пряник. Карина Хиряшева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.